Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Когда у меня возникает проблема пищевые, я в голове постоянно не слезаю с этой темы и предпочитаю накручивать себя до невроза. Здесь небольшая есть тонкость. Ибо дело в том, что невроз – это то, что вы переживаете. Медром навязчивости. И нагрутить себя в этом смысле до невроза вы не можете, потому что вы уже находитесь в этом состоянии, в состоянии невроза. То есть навязчивые переживания, в результате которых вы себя накручиваете, и есть то, что в психологии называется невроза. В моей жизни была одна ситуация, которая не могла разрешиться в течение двух недель, в следствии чего я полгода потом расхлебывала эти две недели переживаний. Ну, то есть понятно, и была какая-то ситуация стрессовая, да, как вы там потом дальше пишите, какая-какая. Она для вас была почему-то очень важна, чем-то важна. И, соответственно, из-за того, из-за значимости для вас этой ситуации, вы и испытывали такие серьезные переживания. Значимость ситуации определяется тем, каким установкам она отвечает и от какого драйвера, соответственно, исходят эти установки ваши. Вы пишите, я боялась не сдать экзамен в ВУЗе, а дальше я накрутила себя, что если сейчас его не сдам, то вылечу из ВУЗа и не достаюсь в жизни. Для меня было очень важно получить высшее образование. Вот. Почему для вас так важно было получить высшее образование? Ведь вряд ли это ваша установка, потому что, ну, ваша собственная цель. Потому что любой человек, он понимает, что экзамен – это лотерея, и что его можно сдать, а можно не сдать. И что если вы его не сдадите, то вы ни в коем случае не вылетите из ВУЗа. Ну, просто потому что не сдача экзамена не означает вылет из ВУЗа. Не обязательно экзамен можно передать. Всегда. Вот. Ну, по крайней мере, один раз точно можно передать. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, вам и двигало то, что вы боитесь не состояться в жизни. Если вы боитесь не состояться в жизни, значит, вы противопоставляете себя кому-то. То есть кто-то говорит вам, что вы должны в жизни состояться. А вы, как бы, постоянно находитесь под давлением этого обвинения, под давлением этого драйвера. Да, вот, например, допустим, драйвер такой – быть лучше всех. Да? Вот. И, соответственно, из-за этого такое напряжение. Сверхмотивация. Да? То есть два сверхмотивированного поведения было по отношению к сдаче экзаменов. И сверхмотивация, то есть мотивация выше нормального продиктована, как правило, не вашими собственными желаниями, а страхом, например, там, не оправдать надежд своей мамы, там, либо, 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 либо. Там очень много, может быть, вариантов, когда здесь, как бы, можно долго. Я хочу, чтобы вы поняли главное, что именно большая значимость сдачи экзамена сыграла здесь роль. А точнее, страх не состояться в жизни. Но почему вы боитесь? Почему вы увязываете состоятельность в жизни, реализацию, грубо говоря, и образование? Ведь эти вещи никак друг другом не связаны. Для чего вам важно получить высшее образование? Тоже нужно разобрать. Ведь высшее образование само по себе – это всего лишь средство. И если вы хотите чем-то заниматься, то образование, оно, конечно, помогает, но помогает только в плане карьерного роста, например. И здесь, опять же, момент. А не является ли высшее образование компенсацией чего-то, что, по вашему мнению, у вас отсутствует либо недостаточно? Понимаете? Вот. Экзамены я дала на четыре. На состояние тревоги, навязчивые страхи, какие страхи? Отсутствие аппетита, беспричинные слезы и тому подобное присутствовали в моей жизни еще где-то с полгода. А на каком основании? Как бы, что ими двигалось? Что в тот момент вы чувствовали? К специалисту меня тогда не обращалось, если не считать бесплатного психолога, с которым мы обсудили мои переживания в течение двух-четырех приемов. Во-первых, в двух или четырех, то есть, как бы, ну, я думаю, вы знаете, сколько вы были у психологов. Это первое. Второе. Невроз навязчивости – это работа достаточно длительная, психоаналитическая. То есть, это работа с вашим подсознательным. И за два-четыре приема здесь точно вряд ли можно справиться. Ну, если вот так вот, по грамотному, по правильному все делать, да, то есть, если не спешить. То есть, это серьезные психоаналитические сессии, возможно, даже анализ наведений. Но не два-четыре приема. После этого еще было несколько стрессовых ситуаций, но скоротечность их разрешения не позволила мне накрутить себя до ужасных последствий. Ну, понятно. То есть, здесь вы, как бы, приспособились, грубо говоря. Можно сказать, что спиротечность ситуации влияет на ваше состояние. То есть, вы в какой-то степени, вот, восприимчивы, да, к стрессу. Но стрессы, стресс, любой стресс, с кочкой, с учебой, чем-то еще, он вызывает, как бы, степную реакцию. Это, так называемый, линейный комплекс. Вот. То есть, в вашем случае... А, нет-нет, не линейный, а ядерный, ядерный комплекс. А, простите, вот, чувствуешь, что что-то не то. Сказал? Ядерный комплекс. А, то есть, какое-то событие порождает... А, события, может быть, совершенно разные. А, порождает... Ряд... ...переживаний определенных. То есть, будь то коечка, будь то экзамен, да, любое стрессовое, стрессовое происшествие, запускает у вас механизм накручивания. То. И... Связано это с детством. То есть, так вот, в детстве у вас были, были, были какие-то события, какие-то переживания. Вот. Которые... Остались незавершенными, непережитыми, незакрытыми. Вот. Подобная привозность... Связана с отсутствием безопасности в семье. Вот. Может быть, с недостатком любви. Вот. Ну и, в общем-то, там дальше уже... Можно и нужно будет подобраться более подробно с этими вещами. Вот. Например, у меня умерла любимая кошка, с которой мы жили бок о бок 15 лет. Да. Это очень большой строк. Конечно. Это произошло буквально в течение двух дней. И... Понимаю, что я опять заваливаюсь в... Трестницу канаву. Мне... Мне удалось, значит, тогда быстренько соскочить с переживаний. А вот... А как? Скажите. То есть... Понимаете ли вы, что это процесс избегания и процесс замещения. То есть вы убежали, заместили и все. Но... Никуда не делось то, что с вами происходит. Так как это очень безвозвратно случилось. И... Переключить свое внимание на другие вещи. Переключить свое внимание на другие вещи. Сейчас у меня болеет кот двенадцати с половиной лет. Трестница развивается где-то в течение пяти дней. А я очень переживаю, что смерть всего может быть длительной и мучительной на моих глазах. А... Вот. Почему переживаете? Что именно для вас это значит? То, что болеет кот. Ну, будет его смерть мучительной и длительной. Ну, будет на ваших глазах. Да, тяжело. А переживаете почему? Может быть вы сами страдали там в детстве. И вас обида засела. Например, на маму или на папу. Может быть вы виноваты себя чувствуете. И подобные... Подобные происшествия заставляют вас испытывать вину. Опять же потому, что ваши родители вас обвиняли. В чем-то. Или гиперответственность развивали. Когда родители постоянно предъявляли вам требования. Больше, чем... Ну, чем вы действительно можете сделать. Невроз это невозможность выразить, ослабить свое напряжение. В большом счете. У вас я вижу повышенную тревожность. У вас я вижу, да, навязчивые мысли. Вот. Так что я думаю, что где-то вот сбился механизм снятия напряжения. Вот. Но опять же, это именно то, что касается вас. Понимаете? Это то, что касается именно вас. То есть вам нужно это. Нужны эти переживания. Нужно это поведение. Потому что того требует ваше напряжение. Собственное напряжение. А вот чем оно вызвано? Это нужно по ассоциативной дорожке, по памяти тела уходить в детство. И там смотреть. Этаназию пока не рассматриваем. А кто мы? Вы сказали, что это мама. Да? Почему мы-то? Мама, пусть и... Как бы... Решает этот вопрос. Вот. Мне приходится возить его в клинику, заботиться о нем. А почему заботиться о нем? Приходится вам. И возить его в клинику тоже вам. Это кот мамы. Вот. А вы здесь что? Говорите, приходится. У вас такая позиция. Жертвы наблюдают ситуацию. Я не хочу, но я должна, я вынужден, у меня нет выбора. Жертвы наблюдают ситуацию по сути либо снятия с себя ответственности, либо наоборот взятие на себя чрезмерной ответственности. Опять же, это вытекает из либо родительского сценария, да, то есть, например, ваша мама тоже, как и вы, берет на себя слишком многое. Либо это вытекает из родительского сценария, либо ваша мама требовала этого от вас. Ну, родители. Вот. Потому что, ну, здесь вот, по словам, что вы говорите, мне приходится вложить его в клинику и так далее. А при том, что у вас есть муж, то есть, своя семья, да, вот, ну, выглядит несколько странно. То есть, если это год мамы, то, соответственно, вы станете занимать, соответственно, своя семья, семья плюс работа. И вам надо заниматься этими, этими вещами. А вы почему-то, понимаете, как бы готовы. Вот. И совершенно, как бы, здесь расстановка приоритетов, да, она требует корректировки. То есть, приоритеты надо расставлять несколько более адекватно и правильно. Вот. Помогает мама, но мама почему-то так не переживает по этому поводу. Хотя, в большей степени, это был коррект их, их, то есть, ну, моих родителей. А я его особо не любил. Сейчас почему-то я чувствую, что я себя накрутила, капец как. Смотрите, здесь получается, как бы, что есть обиды на маму, да. То есть, мама пишет, что вы не так сильно переживаете. А по вашему мнению, она должна переживать, что кот умирает. Есть некая связь между экзаменом и этой ситуацией. И там, и там, как будто бы от нас чего-то ждут. И вы боитесь эти ожидания не оправдаться. Вот. Я понимаю, что это довольно поверхностная такая гипотеза. Скорее всего, там все более тонко и более глубже. Но пока, пока, связь между этими двумя происшествиями видится в ней именно такая. То есть, что их объединяет? Вот первое, смотрите, вы пишете, что какие-то вещи, да, вас не задевали, не задевали. Соответственно, какие-то задевали, какие-то нет. Ну и да, для начала выявите что-то общее во всех ситуациях, которые вас задевали. Что в них общее? Выявите общее, увидите, почему вас это волнует. Вот. Дальше. Так, сейчас, значит, я накрутил у себя капец как. Сижу на работе и мне хочется плакать. От чего хочется плакать? Вот точно подумайте, от чего. Вам взял кокота? Ну, вряд ли. Вы его не любили, кот старый. Так что, вряд ли, вряд ли вам взял кокота. Так почему вы плачете? Вам жалко себя? У вас обида на маму? У вас какой-то страх, что вы что-то не сделаете, что вы что-то не дадите, что вы что-то не разрешите для своей мамы? Потому что и тут и там присутствует мама, фигура мамы. По большому счету. Так, значит, хочется плакать, не могу сконцентрироваться на других вещах, переключить внимание. Ну, правильно. Потому что это вас волнует. Только вы не понимаете, ну что вас волнует. Вот. Так как сегодня опять ехать в врачу, пустыня куфорта начала пить, но пока не помогает. Ну, понимаете, это вроде бы как успокоительное самое обычное. Оно помогает, но не при ваших симптомах. При этом я не сильно переживаю по более значительным проблемам. Знаете, вот кто сказал, какие проблемы более значительные? Кто сказал? Что есть какая-то определенная шкала значительных проблем? Вряд ли. Каждый человек сам определяет то, что для него значимо. Вот для вас значимо, например, вот то, что вы, по поводу чего вы переживаете. А другое не значимо. И, соответственно, для вас эти ситуации незначительны. И не нужно говорить, что они более значимы. Здесь опять происходит как бы принижение самой себя, принижение своих приоритетов. Может быть, именно сомнения в себе и недоверие в себе. И кроется одна из причин, по которым вы так себя чувствуете. Вот. То есть здесь я как бы вижу обвинения. Ну, обвинения, сомнения, оспаривания, если угодно, в вашей позиции. Что вот, как же так, по другим более значимым проблемам я не переживаю. Так, а что, должны переживать? Кто сказал? Еще раз повторю. Что они более значимы, эти проблемы. Так, бесплодие в нашей с мужем паре. Ну, тут как бы от вас мало чего зависит. Может быть, вы и не переживаете, потому что есть понимание, что это не от вас зависит. И может быть, у вас есть понимание, что не в детях счастье. Или, что детей вы так и так можете завести любым другим путем. Или то, что в бесплодии либо оно есть, либо его нет. И, соответственно, это нужно принять как факт. А здесь вы можете как бы что-то изменить. Ну, по крайней мере, вам канется, что вы можете что-то изменить. И с экзаменом, и с котом. Да, все это можно сделать. Что-то с этим можно сделать. Были, конечно, переживания, страхи, слезы. Но осознание проблемы приходило как-то постепенно. И растянута на года во времени. И до сих пор есть надежда. Поэтому, может быть, эта проблема не вызывает у меня навязчивое состояние. Нет. На самом деле здесь немножко не так. Здесь вы пытаетесь сами что-то думать. Именно надежда и порождает навязчивое состояние. Именно надежда. Именно мысль о том, что что-то можно сделать. Если бы надежды не было, то и навязчивого состояния тоже не было. Потому что именно субъективная вероятность возможности сделать что-то для человека определяет его навязчивое состояние. В данном случае здесь вы не правы насчет надежды. Вот. То, что есть надежда на улучшение, это да. Это да. Но, опять же, вы вполне возможно, что именно здесь понимаете, что вы лично, вы с вашей ответственностью никак в этом не замечаете. То есть это не от вас зависит. Кроме того, может быть, имеет эффект какой-нибудь подавления, например, что вам легче, потому что и муж ваш тоже переживает по этому поводу. А он дает вам немножечко другую, обратную связь, нежели чем ваши родители и вам с ним проще и легче это переживать. То есть тут надо бы сравнительный анализ провести, что значит для вас бесплодие и что значит, например, для вас смерть кота. Просто вот именно для вас какое значение это имеет, что именно вас задевает, к чему это восходит. Вот. И, соответственно, свое состояние нужно проанализировать. Проанализировать и вот именно телесное состояние вспомнить, когда вы его чувствовали в детстве, в результате всего. Потому что есть такое в нашей науке понятие, как маленький профессор психологии, он как бы вот призван выживать между тем, чего хотите вы, и тем, что требуют от вас другие. Ну, в данном случае вот супер эго. То есть ваши родители, ваша общество, среда и так далее. Вот. И, соответственно, невроз здесь, невроз здесь и переживание. Это, по сути, выход этого маленького профессора психологии. То есть я не могу, говорите вы, сделать то, что хочу и поступить так, как хочу. Я, вот, выражаю это в виде переживания. Что-то таких. Вот. То есть невроз с точки зрения человека, с точки зрения его самого. Невроз – это рационализация. Вот. Я, у меня невроз, все, я переживаю, как бы, все. Можно, опять же, попытка сбросить в себя ответственность, которую на вас накладывают. То есть невроз для вас – это средство, по большому счету. Вот. Возможно, таким образом вы пытаетесь вызвать у других людей желание о вас заботиться и так далее. Потому что по-другому о вас никто не заботится в некое такое истероидное поведение, да. Вот. Болезненная потребность во внимании. То есть тут очень много всяких тонкостей, на которые можно обратить внимание. В общем, хотелось бы получить советы, как справиться с нынешним состоянием и не свалиться в депрессию, невроз до разрешения ситуации с котом. Советы, как не свалиться в депрессию, вы знаете, именно в вашем случае каких-то советов. Да и вообще, вы именно за советами обратились немножко не туда. Психологи не дают советов. Психологи дают рекомендации. Вот. И, в общем-то, по ходу своего ответа я какие-то рекомендации вам дал. Вот. Но здесь, здесь я рекомендую вам вот подумать именно о значении того, что представляют из себя эти переживания. То есть, как бы, возможно, у вас проблема с личными границами. Возможно, у вас проблема с ответственностью. Возможно, вы находитесь в треугольнике Карпмана в позиции жертвы. То есть вы говорите, что мне приходится, да. То есть это вообще не ваш кот, а вы все равно за ним ухаживаете. Вот. И, поскольку кот у вас фигурирует два раза, то я думаю, что имеет смысл заметить. А кот для вас вообще какое значение имеет? Что он, какую роль он играет для вас? Да, опять же. Вот. Если это потребность во внимании, если это потребность в более заботливом отношении к себе, то об этом нужно так и говорить, что я хочу заботиться. Мне нужна, как бы, ласка, мне нужна поддержка и так далее. Вот. Если это ответственность, то, соответственно, нужно разграничивать все, где я, где другой человек, да. И если есть чувство вины, то с этим чувством вины нужно работать. Ну, чувство вины, которое стимулирует вас к тому, чтобы нести ответственность за других своих проблем. Значит, голос в вашей голове, который заставляет вас это делать, является голосом одного из родителей. Соответственно, этот голос нужно идентифицировать, понять, что он хочет и постараться с ним договориться. Вот. То есть, сперва, ну, как бы, воссоздать такую небольшую, может быть, миниатюрку, да. То есть, вы говорите, как бы, вы и голос в родителе. Да, вы голос в родителе. И выходите вы, чего хочет голос в родителе. Вот. И потом смотрите наблюдателя, просто беспрастного, без эмоционального наблюдателя, вы определите, что по факту происходит, да. То есть, что происходит с вами, то происходит с родителем, чего хотите вы, и как можно удовлетворить обоих. Вот. То есть, в норме, в норме, личность приводит свои желания в соответствие с тем, чего хочет от него суперэго. В данном случае, это родители, ну, как правило, голос родителей. В норме, человек, не имея возможности реализовать какие-то свои потребности, да, задерживает их, задерживает напряжение, чтобы потом реализовать. У вас произошел сбой. То есть, вы задерживаете, но не реализуете. Возможно, потому, что не умеете. Вам не позволяли реализовывать. И именно на реализацию, на облегчение, на снижение, на снятие своего напряжения, у вас стоит блок. Опять же, из чувства вины и из запрета ваших родителей. Например, вашей мамы. Соответственно, этот блок вам нужно найти. То есть, по какой причине вы не можете облегчить свое напряжение. Вот. Что это за напряжение? Как его нужно реализовывать? Вы можете это сделать сами, но это будет довольно долго по времени. Вот. И вы можете сделать это с помощью психолога. Это будет быстрее. И что касается самого вопроса, да. Как справиться с этим состоянием до разрешения ситуации с котом? Вопрос этот, на мой взгляд, довольно недальновидный, потому что ситуация с котом разрешится. Вы останетесь и вы будете дальше жить так. И если мы говорим о вашей жизни вообще, то лучше будет, если вы все-таки начнете работать с психологом, не торопясь с такой, Вы можете спокойно выберите себе специалиста и начнете с ним работать и постепенно все разбираться. Все ваши нагромождения, чувств, эмоций, страхов и так далее. Субнимации, переносов, контрпереносов и так далее. Проекты. Как вести себя в подобных ситуациях, чтобы беречь здоровье, нервные клетки и здоровье? Вы понимаете, вести себя в этих ситуациях, а что значит вести себя? Вести себя, это значит работать в сознании. То есть сознательно действовать. Но ваше говорить не сознательно, а подсознательно. И, соответственно, работать подсознательно, поэтому вести, как бы вы себя не вели, подсознательно все равно будет гнуть в свои линии. И до тех пор, пока вы не переведете что-то из подсознательного в сознание, я полагаю, что никакие триггеры поведения вам не помогут. К сожалению. На этом, в принципе, можно закончить. Я рекомендую вам, в качестве того, что вы реально можете сделать сами, я рекомендую вам только, наверное, отдохнуть, попробовать отвлечься. Вообще, да, то есть просто сильно уставать. Вот. И отграничить свое ответственность и ответственность других людей. И если вам вот часто приходится, именно приходится делать какие-то вещи, то постарайтесь подумать, а для чего вы делаете эти вещи, которые вам приходится делать? Чего вы хотите-то сам? Что вам-то нужно? Чего вы нуждаете? Чего дело хочет? Чего вы хотите? Чего вы хотите? Вот. И встречает ли это у вас сопротивление в голове? В сознании? Чувство вины, например, переживания какие-то, например, обвинения, может быть, внутри себя на этой теме. Вот. Вот это, это то, что вы можете сделать, то есть по сути дела, давайте на себе паузу свободы, когда вы себя обвиняете, когда вы начинаете переживать, вы кто, вы жертва. Вот нужно себя останавливать и задавать вопрос, кто я сейчас, а то скорее всего я опять жертва, чего я хочу и чем готова расплачивать, то есть вы хотите чего-то, да, но расплачивайте своим здоровьем и здоровьем своего мужа, скорее всего, который сладкий. Правильно это? Нет. А как еще можно реализовать то, чего вы хотите? Вот об этом и нужно подумать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!